Как раз и навсегда разобраться в нотах, как не подписывать ноты, особенно в басовом ключе, как не путать октавы и как понимать, с какой ноту начинать играть, и какие есть вообще лайфхаки в запоминании нот. Сегодня мы с вами об этом поговорим. Все очень кратко, все по делу, без лишней воды, все как вы любите. Давайте немножко познакомимся. Меня зовут Кевра Валентина, я пианистка, педагог. Я окончила консерваторию, играю на сцене и преподаю уроки фортепиано. И для меня вообще, как для педагога, очень важно, чтобы в знаниях была система, чтобы была всегда такая вот структура. Дело в том, что когда мы обучаемся, у нас иногда знания, они так немножко разрознены. Да, мы знаем, что это восьмушка, что это нота си, что там какая-то третья октава. Но вот этой вот структуры, что должно, зачем идти? Ну, часто этого не достает. И вот я своим ученикам всегда даю все очень четко, понятно, для того, чтобы им это было все просто. И на самом деле, играть на фортепиано несложно, если знаешь структуру и знаешь все алгоритмы. Так вот, давайте теперь разбираться. Я вам расскажу интересную такую легенду. Я вообще в своем обучении люблю затрагивать какие-то образные мышления. Так мы всегда лучше запоминаем. И вообще всегда классно использовать какой-то творческий подход. Так вот, я вам сегодня расскажу легенду, которой, конечно же, никогда не было, но она поможет нам запомнить ноты. Значит, легенда такова. Странствующий музыкант всю свою жизнь искал универсальный инструмент, при помощи которого он бы мог заставить человека и плакать, и смеяться. У него ничего не получалось, и он решил обратиться к Богу, чтобы он послал ему этот волшебный инструмент. Он вечером уснул, но утро просыпается и видит возле себя фортепиано. Как Жанна Дарк видела меч, как Ной увидел дерево возле себя. И действительно, как только он стал на нем играть, люди и плакали от счастья, и смеялись от великой радости. И всю жизнь музыкант посвятил игре на этом прекрасном инструменте. Когда он состарелся, он подумал, как же так? Как же мне записать эти прекрасные, чарующие ноты, чтобы дальше люди могли тоже играть эту прекрасную музыку? Он долго думал, и вдруг его осенило. Он посмотрел на небо и увидел Солнце, планету, которая была в самом центре его, его Вселенной. Он нарисовал эту планету на чистом листе. Потом он посмотрел на фортепиано и разделил всю клавиатуру ровно наполовину. И тут у него вышла нота До. Нота До была в самом центре. И он решил связать ноту До и Солнце. Потом он посмотрел, что находится вокруг Солнца. Он увидел планеты, звезды. И он решил эти все планеты объединить в такую вертикаль. И он подумал, а дай-ка я сделаю ноты, как планеты, чтобы они были такими же круглыми. И он все это сделал. И решил так. Вот в середине нотка До, как Солнце, сверху добавлю еще пять линейчиков и снизу еще пять линейчиков. И эти все планеты размещу по этим линейчикам. И что у нас получилось? У нас получился нотный ста, на котором нота До в самом центре. И вверх идут нотки, как бы в скрипичный ключ. Те, которые по правую сторону фортепиано. Вниз идут те ноты, которые по левую сторону фортепиано. Можно, давайте, вот такую еще сделаю картинку и переверну, чтобы вам было еще более понятно. И когда мы садимся за фортепиано, мы всегда садимся в центр. То есть мы всегда должны сидеть напротив вот этой вот ноты До первой октавы, которая в самом центре. И мы, смотря на ноты, мы и понимаем, что чем выше находится нота в скрипичном ключе, тем она играется правее. Соответственно, чем нота находится ниже в басовом ключе, тем она играется грубее и получается левее. Раньше я давала октаву. То есть я говорила, что вот это субконтрактава, это малая, это большая, это контрактава. Но, к сожалению, почему-то у большинства моих учеников не при... Они не могли вот это вот все запомнить. И это как-то было как будто бы лишней информацией. И я всегда стараюсь, чтобы были методы очень действенные, потому что время это самый ценный ресурс, особенно когда мы учимся уже не в детском возрасте. И я пытаюсь всегда знания сделать так, чтобы они были более такими... Еще такой момент в том, что у нас есть две строчки, верхняя и нижняя. И дело в том, что на этих строчках может быть вверху скрипичный ключ и внизу скрипичный ключ. Либо вверху басовый и снизу басовый. То есть такой миф о том, что правая рука играет в скрипичном ключе, левая играет только в басовом ключе. И да, я сказала, что это миф. Поэтому обращайте на это внимание. И вот к какой строчке нота до ближе написано, той рукой мы и играем эту ноту до. Хорошо, с этим мы с вами разобрались. Дальше. Давайте теперь перейдем к басовому ключу. Так как я очень люблю использовать разные какие-то такие интересные методы. И особенно с детьми мы используем разные считалочки, разные какие-то приколюшки, мемы. Но, к сожалению, с мемами мне не всегда везет, потому что надо быть всегда в курсе. А я постоянно играю на фортепиано и работаю. Но я все равно стараюсь находить что-то интересное. Так вот, давайте мы сейчас с вами запомним такую считалку. Так вот, вам нужно выучить эту скороговорку, или как это, считалочку так, чтобы она вот прям отскакивала у вас от зубов. Следовательность выучить. Зачем? Расскажу чуть позже. И далее. Мы видим в басовом ключе, да, вот расположение нот. Соль, си, ре, фа, ля. И вы берете вот эти вот ноты, да, такой листик, и пытаетесь вот это заучить. То есть на второй линейке у нас си, на третьей руке линейки у нас ре, потом на последней линейке у нас ля. И так вот прогоняете себе несколько раз. Соль, си, ре, фа, ля, соль, си, ре, фа, ля. Это несложно. Пять нот запомнить несложно. Теперь, если вам хочется еще больше лайфхаков, мы берем нашу руку. Пять линейчик, у нас на руке пять пальцев. И пусть наши эти пальцы нам служат. Так вот, и мы связываем каждый палец с каждой нотой. Соль, си, ре, фа, ля. Соль, си, ре, фа, ля. Соль, си, ре, фа, ля. Соль, ре, си, фа, ля. И вы идете на работу, идете в ванну, пьете кофе, смотрите на руку и быстренько считаете. Я думаю, что это несложно. Поэтому, почему я так думаю? Моя ученица, ей было около... Почему было? Ей около сорока лет. И у нее было три наркоза. И она мне говорит, что Валь, у меня так плохо с памятью, что я вообще все забываю. Прихожу в магазин, я не помню, что мне нужно купить в магазине. Ноты в басовом ключе, это вообще отдельная история. Я никогда их не выучу. Я дала ей этот способ. И что вы думаете? Через три месяца она знала все ноты, и она сейчас играет к Элизе. Прекрасная игра. Это результаты вы можете посмотреть у меня на страничке. Поэтому несколько раз выделите себе 10 минут и вот прям погоняйте себя по этой руке. Что мы делаем дальше? Как только мы выучили этих пять нот, дальше мы пробуем добавлять ноты между линеечек, между строчек. Вот мы видим соль, потом вот эта вот красненькая нотка. Мы помним, что на первой линеечке нота соль, значит здесь будет нота. Что идет после ноты соль? Туримефа соль? Ля. Да? Следующая нота. Оп. Так. Она идет сверху второй. Си. Значит, это нота до. А вот эту ноту, попробуйте сами мне сказать, что это за нота. Это нотка соль. И потом вы будете добавлять вот эти вот ноты посерединке. Вы мне скажете, Валь, что это? Постоянно считать? А я вам скажу, что сначала да, вы будете считать. И в этом нет ничего плохого. Если вы считаете две недели, три недели, месяц, два месяца считаете, ладно, окей. Но если прошло три, четыре месяца, вы до сих пор считаете, это не очень хороший показатель. Потому что, когда вы, допустим, считаете первый месяц, то эти ноты, они у вас автоматически должны запоминаться. Потому что, вот допустим, как мы видим букву, и у нас в голове сразу же, опа, это нота Ре. Ой, не нота Ре. Буква, допустим, Ре. Или там буква Фе. Или буква Де. Так и с нотами. Вы будете видеть в басовом ключе вот эту вот красную ноту, и вы будете сразу же, у вас в голове будет возникать, что это нота Соль. Но она будет возникать при условии того, что вы сядете, уделите этому определенное время, и по моей вот этой системе вы запомните эти ноты. Хорошо. Еще лайфхак. Ловите. Значит, как можно запомнить еще одну ноту Фа? Мы можем дорисовать. Вот видите, басовый ключ, он такой, как будто бы половинка, да, полумесяц. Мы можем дорисовать еще полумесяц, и как будто бы нарисовать букву Фе, дописать А. И вот как раз, смотрите, вот эти вот две две точечки, они обнимают четвертую линейку, на которой находится нотка Фа. И, конечно, этот басовый ключ, он еще называется ключ Фа. Поэтому тоже интересный способ для запоминания. Что по скрипичному ключу? Обычно никто не жалуется на скрипичный ключ, но, конечно, я вам скажу еще один лайфхак, как запомнить, допустим, нотку Си. Си, это у нас что? Это как середина. Ну, понятно, что пишется не так, но все равно для того, чтобы связать какую-то информацию и вот что-то такое интересное, это нам всегда пригодится. Ну, вот смотрите, это была одна из тем, о которых я рассказываю на уроке. Если вам нравится вот этот вот метод, как я преподношу информацию, вы можете записаться ко мне на занятия. Я занимаюсь онлайн и я занимаюсь только один раз в неделю. Ну, у меня есть свои мысли по этому поводу, которые я пока не буду говорить, но я занимаюсь один раз в неделю. На уроке мы разбираем самое сложное, какую-то новую тему, а дома вы отрабатываете навыки и оттачиваете все, что мы прошли на уроке. Плюс на занятиях я всегда стараюсь максимально погрузить человека в музыку, потому что я понимаю, что самое главное это не просто нажимать ноты, а как мы нажимаем ноты. И все равно музыка это искусство. И мы с вами занимаемся вот этим творчеством. Я всегда стараюсь рассказать ученику из какой эпохи эта музыка, что хотел сказать композитор когда он писал это произведение, потому что очень много нюансов, очень много каких-то стилистических тонкостей, и мы все это разбираем. Поэтому у нас не только сухая теория, но и вот это все погружение в творчество, в раскрытие себя. Ну, все мои контакты я оставлю внизу. Если вам все-таки это понравилось, записывайтесь ко мне на обучение. Ну что, всех целую, до всего, до скорой встречи.